Добрый вечер! Вот серия вопросов про психотерапию и психотерапевтов, которые вы задавали, и на которые у меня готов для вас ответ. Первый вопрос, он очень популярный. Звучит так. Почему-то всегда думала, что психотерапевт абстрагируется и не позволяет себе что-то чувствовать на терапии. Вы знаете, в нашем обществе есть такой большой культ мыслей и такое большое гонение на чувства. Почему-то одно считается очень важным, а другое считается каким-то ненужным. И часто я это замечаю, когда люди пытаются контролировать свои чувства, когда они пытаются запрещать себе чувства, когда они пытаются запрещать чувства другим. Но чувства — это наша сигнальная система, и она очень-очень много расскажет вам про другого человека, если он вам сказал, что он чувствует, и расскажет про себя. Чувства — это инструмент, которым я пользуюсь каждый день. Это инструмент, без которого невозможен ни контакт с клиентом, ни доверие, ни работа. Нет чувств, ну всё, всё. Даже больше скажу, когда я чувствую, к примеру, что у меня идёт снижение эмпатии, снижение сочувствия, это для меня сигнал о том, что пора в отпуск, или нужно снижать количество рабочих часов, которые я сама контролирую. Вот, всё. То есть это чувство — это один из главных инструментов. А что он может рассказать? Да, очень-очень много. Ну, один из примеров, когда, например, используется чувство терапевта, это классический пример, когда клиент рассказывает что-то очень грустное, на самом деле, да, а при этом смеётся. То есть он засмеивает свои проблемы, такой, ха-ха-ха, у меня вчера дом сгорел. Да, там, ха-ха-ха, там, я там, ушёл от меня мужчина, с которым мы там пять лет встречались. И вот, или что-то про прошлое, какие-то сцены, жуткие сцены, да, и он такой смеётся, улыбка-висельник, это называется. Засмеивает он это. И тогда можно обратить внимание на свои чувства и понять, что это точно не про веселье, это точно не про радость. И в такие моменты я могу сказать о том, что, вы знаете, когда вы рассказывали, я, в отличие от вас, не чувствовала радости и веселья, да, я чувствовала печаль, злость, страх, может быть, да, и обиду. И делишься с этим клиентом, да, точно ли это про радость. Вот, и тогда сам клиент может обнаружить, что это, правда, не смешно. И это, правда, у него под этим защитной реакцией есть какие-то другие чувства. Вот, больше того, когда у клиента что-то происходит, да, чувства, возникающие к нему, являются информацией. Как это может быть связано со случаем клиента? Вообще отношения терапевт-клиент, они точно такие же, как любые другие, и в них может возникать множество моментов. И это поле для изучения информации, да, какие сложности у клиента возникают вне сессии. И это поле для трансформации, то есть, если научить во взаимодействии с терапевтом делать что-то по-новому, клиент может это перенести в свою жизнь. Ну, например, если клиент привык нарушать границы других людей, он делает это с терапевтом тоже, да, как он делает. А там он нарушает договоренности там по времени, по деньгам, по звонкам в 12 ночи и еще почему-то. И здесь, конечно, важно поставить границы, был вопрос, как вы ставите границы четко, ясно, уважительно, с разъяснениями. Ну, к примеру, да, там, Ирина, я, ну, я, у нас с вами есть договоренность о том, что мы там делаем так-то и так-то, и я заметила, что вы неоднократно нарушаете эти договоренности. С чем это связано, да, или есть обратный вариант, когда клиент пропускает через свои границы других людей, он точно так же и делает это с терапевтом. То есть, когда ему не нравится что-то, когда его что-то смущает, он замалчивает. И я могу задать вопрос, что вы сейчас чувствуете, что вы чувствуете по отношению ко мне, потому что считываю какую-то реакцию по лицу, да, меняется интонация, меняются паузы между словами, другой выбор слов, чувства отражаются на лице. Вот, и тогда приходится запрашивать эту негативную обратную связь. Что же произошло, что не понравилось, да, там, что смутилось, почему было изменение выражения лица, да. Я спрашиваю, что мне показалось, что вы сейчас испытали, там, раздражение. Это так? Вы злитесь на меня? Вот, и вот это вот прояснение отношений с терапевтом — это очень важный навык, потому что я как терапевт умею делать отношения ясными, да. Да, неважно, в какую сторону были отклонены границы, завести об этом разговор важно, прояснять важно, научить выстраивать границы с терапевтом важно, да, чтобы клиент это переносил. И вот эти вот сложности, которые есть внутри отношений, от их трансформировать, научить человека, чтобы он это делал вне терапии, да. Теперь второй популярности вопрос, как же не перегореть в этой профессии. Смотрите, очень часто, когда я вместе с клиентом, конечно же, я чувствую то, что чувствует клиент, можно с ним и посмеяться, и порадоваться, и вот погрустить, да, и помочь пережить горе. Всё это можно сделать, но чтобы не выгореть, здесь очень важно понимать, где чувства клиента, а где твои, где заканчиваешься ты, и начинается клиент. Значит, почему у обычных людей это не получается, да, почему им сложно с чувствами другого человека. Вот приходит вам кто-то и плачет, да, и вам прям становится сложно, вы очень переживаете, и думаете, боже мой, если бы я весь день этим занимался, да, я бы точно сгорел. Вот, но что происходит на самом деле без навыков? Когда плачет другой человек, вы в какой-то момент берёте и переключаетесь на свою боль, то есть вы внутри себя поднимаете какую-то боль, боль прошлого опыта, да, или начинаете фантазировать, и переключаетесь на свою боль, и начинаете ощущать свою боль. То есть вы чуть-чуть послушали человека, а потом это всё пошло про вас, и дальше это всё про вас, да, и вы начинаете чувствовать свою боль. А психотерапевт, он слушает клиента, он понимает, что ему может быть сложно, больно, но нет переключения на себя. То есть я всё время в клиенте, и вместе с ним нет переключения на себя, да, и ты не поднимаешь свои проблемы или свои переживания. Да, у каждого терапевта есть своя серая зона, чувствительная зона, да, там малопроработанная зона, или, может быть, там что-то недавно произошло, да, и вот вы там по следам понимаете, что будет сложно. Если есть такие серые зоны терапевту, важно их прорабатывать отдельно, да, точнее не на сессии с клиентом, там этому не место. Вот, и более того, если терапевт знает, что есть какие-то темы, которые вот точно зацепят, просто не берётся такой человек в работе, говорится о том, что давайте я вам лучше порекомендую коллегу, вот, который бы мог с вами вот по этой теме поработать. Вот, поэтому важно уметь различать свои чувства от чувства других людей, и тогда, и тогда не будет переключения на себя, вот, а полностью и целиком с этим другим человеком. Так, дальше вопрос. А, лекарства. Нужны ли лекарства? Смотрите, конечно, есть случаи, когда лекарства нужны, есть случаи, когда они не нужны, есть пограничные случаи. Вот, это определяет психолог, там есть чёткие критерии, да или нет, и при необходимости отправляет к психиатру, и там тоже есть чёткие критерии, да или нет. Самостоятельно можно понять, ну вот при нарушениях это точно уже нужна медикаментозная коррекция, это когда у клиента есть проблемы со сном, есть проблемы с едой, есть проблемы с тем, чтобы выполнять повседневные дела, а вот он не может работать, он не может ничего дома уже давно не делает и там, не знаю, даже может мало заботиться о своём теле. Вот, вот это точно уже признак медикаментозной коррекции. В остальных случаях надо прояснять. Далее, о, мне пишут, вы очень классные, только я это хочу сказать. А я хочу сказать вам большое спасибо, спасибо, что вы это говорите, спасибо, что вы слушаете, да, мне приятно и для меня это важно, для меня это топливо, а для того, чтобы это делать вновь и вновь, вот завтра утром в 9 утра у меня намечена съёмка рилсов, и когда от вас много откликов, да, это я чувствую такой некий подъём делать это дальше, объяснять больше, помогать, поэтому, ну, спасибо, что вы об этом говорите, мы с вами незримо, не видя друг друга, меняемся энергиями, я делюсь с вами, а вы делитесь со мной. Доверяете ли вы психологам, которые закончили 6 месяцев курсов? Нет. Однозначно нет, потому что я знаю, как это бывает, вот, и для того, чтобы реально помогать людям, учёба — это часть, часть навыков терапевтов и большие навыки связаны с тем, что человек должен быть проработан сам, а чтобы прорабатывать самому, да, чтобы не переносить свой житейский опыт, личные убеждения, бессознательные программы, непрожитые чувства, свои истории, нереализованные желания, страхи, опасения, проекции и так далее, и так далее, конечно, нужно быть самому тщательно проработанным, а значит, должна быть большой-большой объём личной терапии, групповой терапии, потому что у каждого есть прошлое, да, вот, и только после этого можно подходить к людям, иначе, конечно же, очень легко навредить. Поэтому учёба, учёба, объём учёбы, переквалификация, повышение квалификации, супервизия, профнаставник, интервизия с коллегами — это важная часть, но и другая, большая, жирная часть нужно быть проработана самому, а иначе, а иначе это просто переносится, да, и именно поэтому, мне кажется, есть такие негативные отзывы к этой профессии, потому что люди натыкались на таких людей. Вот, вот, друзья, если у вас ещё остались вопросы, конечно, пишите их в комментариях.